Всем привет! Смотрите как восстановить данные с RAID нерабочего нас устройства iOmega, модель iX4200D. Как изменить уровень RAID массива, как добавить общую сетевую папку, настроить сетевое подключение к хранилищу и подключить ICSI диск. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Компания iOmega, которая сейчас принадлежит Lenovo EMC, производит популярную линейку устройств NAS для хранения больших объемов информации. Сетевое хранилище NAS – это сервер хранения данных, подключенный к сети, который обеспечивает доступ к данным своим пользователям. Зачастую хранение информации в подобных устройствах основано на технологии Рейд. Сетевое хранилище с Рейд – надежное решение в плане хранения информации, но есть факторы, от которых это не зависит. NAS устройство от iOmega, Lenovo, как и любое другое, имеет срок службы. Это означает, что после нескольких лет использования все устройства хранения имеют тенденции выходить из строя. Обычно средний срок службы большинства NAS устройств составляет от 3 до 5 лет. В результате поломки NAS доступ к данным, которые были записаны на дисковом массиве, будут утеряны. Сетевое хранилище может выйти из строя из-за сбоя питания или колебаний в напряжении, перегрева, случайного форматирования, переустановки, повреждения файловой системы, обычно это повреждения файла журнала, либо суперблока, а также механических неисправностей накопителей, рейд-контроллера и т.д. В большинстве случаев устройства NAS теряют данные после обновления прошивки, и чтобы получить обратно свои файлы, вам понадобится специализированная программа для восстановления данных. У производителя есть собственное программное обеспечение Lenovo EMC для восстановления работоспособности дисков. Но проблема в том, что основная функция программного обеспечения заключается в переформатировании дисков. При переформатировании накопителей вы просто избавитесь от всей информации, и восстановить ее будет непросто. Далее в видео я покажу, как правильно выбрать утилиту, которая поможет достать информацию с дисков нерабочего NAS. Данная модель NAS-устройства создает рейд при первичной настройке. Для того, чтобы изменить параметры существующего рейд-массива, откройте утилиту для управления NAS. Перейдите во вкладку «Хранилище», «Управление дисками» и откройте «Параметры». Выберите нужный уровень «Рейд» и настройте другие параметры, а затем нажмите «Применить». После начнется процесс перестроения, который довольно продолжителен по времени. Пока массив перестраивается, давайте продолжим настройку хранилища. Добавим папку с общим доступом и активируем сетевые протоколы. Для добавления новой папки откройте вкладку «Хранилище», «Общие ресурсы», «Добавить общий ресурс». Укажите имя и нажмите «Создать». Далее, для настройки разрешения, разверните вкладку «Права доступа». Здесь установите «Права для всех». Или добавьте нужного пользователя, кликнув по «Плюсу», «Добавить права доступа» и нажмите «Применить». Теперь нужно активировать сетевые протоколы для организации доступа к сетевому диску. Переходим во вкладку «Сеть», «Протоколы». Включаем нужные сетевые протоколы, переместив бегунок в соответствующее положение. И для дополнительных настроек кликните по шестеренке рядом с нужным протоколом. Для настройки ISCSI подключения перейдите во вкладку «Хранилище», «ICSI». Активируем его и жмем по кнопке «Добавить диск ISCSI». Вводим имя, задаем размер, а затем «Создать». Для дополнительных настроек откройте «Параметры». И ниже в следующей вкладке можно настроить «Права доступа к диску». Далее осталось его подключить на ПК. Запускаем инициатор ISCSI. В поле «Объект» вводим IP-адрес сервера и жмем «Быстрое подключение». А затем разметить диск в управлении дисками. После чего он появится в «Проводнике». В случае отказа сетевого хранилища можно попробовать использовать Linux. Для большинства нас серверов Linux является естественной средой, поскольку они отформатированы в файловых системах Linux. Но если вы плохо знакомы с данной системой, это делать не рекомендуется, так как в результате неправильного выполнения команд можно затереть информацию на дисках. Правильным решением будет использовать специализированную программу для восстановления данных с NAS. Потому как большинство устройств NAS работают на настроенной версии операционной системы Linux. И форматирование жестких дисков происходит с использованием файловой системы EXT. А управление системами RAID в большинстве из них основано на двух технологиях – MDADM и LVM. При подключении дисков напрямую к ПК с операционной системой Windows их не удастся прочесть. Чтобы прочесть накопители и достать информацию с них, воспользуйтесь проверенной утилитой для восстановления данных с NAS – Hetman RAID Recovery. Программа поддерживает большинство популярных файловых систем, технологий построения и типов RAID. И в большинстве случаев в автоматическом режиме соберет разрушенный RAID. Для начала подготовьте достаточно кабелей для подключения дисков. Лучше использовать кабели SATA и подключать диски напрямую к материнской плате ПК. Но если у вас недостаточно свободных портов на материнской плате, вы можете использовать переходники USB to SATA. Также подготовьте дополнительные запоминающие устройства, на которых вы будете копировать восстановленные данные – внешние диски, другое сетевое хранилище или другое устройство. Извлеките диски из NAS и подключите к ПК с операционной системой Windows. После загрузки системы откройте управление дисками и проверьте, определились ли они в системе. Операционная система может приложить, инициализировать или отформатировать накопители для получения к ним доступа. Ни в коем случае не делайте этого, так как в результате вы можете полностью затереть оставшуюся информацию. Загрузите и запустите программу. Hetman RAID Recovery в автоматическом режиме определит диски, вычитает из них служебную информацию и соберет из них разрушенный RAID. Как видите программа на лету собрала RAID массив, он отображается вверху менеджера дисков. Здесь показан один общий накопитель. И ниже отображены его разделы. Так как данное устройство основано на технологии Linux LVM, дисковый массив отображается в программе в отдельной строке в разделы RAID. Для получения доступа к содержимому раздела его нужно просканировать. Кликните по разделу правой кнопкой мыши и выберите открыть. Выберите тип анализа и для запуска поиска утерянных файлов нажмите далее. Ждем окончания процесса и по завершении чтобы перейти к содержимому раздела жмем готово. Итак как видите программа нашла и отобразила все файлы которые были записаны на диск. Для восстановления отмечаем те что нужно вернуть и жмем восстановить. Выбираем накопитель куда их сохранить и указываем нужную папку, а затем восстановить и готово. После переходим по указанному пути и проверяем наличие восстановленных файлов. Hetman RAID Recovery имеет дополнительный функционал для повышения эффективности работы с дисками RAID, имеющими признаки аппаратных дефектов. Программа позволяет создавать образы дисков и производить анализ с образов, что снижает нагрузку на диски и предотвращает выход их из строя. А на этом все надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.